Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тейхеном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер! Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано является исключительно моим мнением и не заставляю вас лепо верить в это. Примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о том 10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тейхеном. Десятое место. Мы видим вас, парни, и ваши руки тоже. Как оказаться под столом в этот момент? Я бы вам сказала, что там было. Девятое место. Я все еще в шоке. Я не знаю, что с Тейхеном в этот день происходило, но мне кажется, после эфира Чингук ощутил все прелести горячего Тейхена и познал Дзен. Мне кажется, мы должны Чингуку дать такую большую медаль отваги. Как он выдерживает-то его взгляд? Я сейчас стесняюсь смотреть. Восьмое место. А помните, как Чингук спрятал еду от Тейхена у себя за пазухой? Во-первых, он хотел, чтобы его парень пожарил него подтолстовкой своими невозможными пальцами. Во-вторых, Чингук все же может держать лицо, особенно в пикантных моментах. Седьмое место. Вайбы парочки. Семейные отношения. Это когда ты решил прилипнуть к нему, пока он готовит. Это выглядит так уютно и правильно. Чингук такой беспредельно счастливый, когда в центре внимания зажигает его Тейхен. Это так мило. Шестое место. Чингук, что ты делаешь? Каждый раз, видя эти моменты, у меня возникает куча вопросов. Меня больше поражает реакция Тейхена, а точнее ее отсутствие. Он даже не дернулся, как будто это нормально для него. Повернулся и начал говорить что-то Хасоку. Пятое место. Пятое место. Обожаю этот момент. Это никогда не перестанет быть прекрасным. То, как Чингук падая сам, рефлекторно удержал Тейхена. Он мужчина с большой буквы. Немного отвлечемся. Один из военных сказал, что видел рекламный ролик с Тейхеном. Он сказал, что Тейхена в нем показывали мало. И похоже, он предназначен для внутреннего использования в военных целях и не будет обнародован. Возможно, это рекламные кадры для новоприбывших тренировочных лагеря солдат. И говорится, что это частная информация. Потому что она включает в себя такие вещи, как тактика. Новости по телевидению от Тейхене. Ранее считали, что он будет ярче всего блистать на сцене. Но на самом деле он оказался крутым, за что бы не взялся. Он не только продолжает общаться с фанатами, но и прививает позитивное восприятие военной жизни, демонстрируя свой яркий внешний вид во время службы. Наш лучший мужчина во всем и при любых обстоятельствах. Вопрос, какую награду ты бы вручил фанатам, которые тяжело и усердно работают? Думаю, время – это то, в чем человек нуждается больше всего. И нам всегда его не хватает. Мудрый наш теплый мишка. 19 июня исполнится 10 лет с дня дебюта BTS в Японии. В честь этого события планируется выпуск винилового диска, японской версии песни «Для тебя», релиз которой состоялся 17 июня 2015 года. Информация с корейского форума, состоящая в основном из мужчин. Мужчина написал «Пару недель назад я ехал в машине, ожидая на светофоре. И поскольку прямо рядом со мной стояли мотоциклы спецназа, выглядевшие круто, я увидел их и увидел Тихена в этой форме и с огнестрельным оружием в руках. И его взгляд был настолько яростным, что я чуть не обмочился в штаны. Я был так удивлен, что даже не смог сфотографировать. Какой позор. Сначала секунд 10 один из солдат испуганно смотрел на меня. И я такой, что это? И мы посмотрели друг на друга. Когда я присмотрелся, то понял, что это Тихен. Он был одет в точно такую же форму и ехал на мотоцикле. На самом деле ребята использовали слово, которое является сленговым. Оно означает, что ты слегка обмочился. То есть это что-то невероятно потрясающее. Это может быть использовано, когда ты видишь что-то очень крутое, горячее или сексуальное. Часто мужчина использует это по отношению к девушке, которая свела его с ума. Причем оставив штанах хаос. Наиболее точный перевод с английского чертовски круто. Это выглядит так, как на втором фото. Некоторые пишут, раз Тихен пошел в армию, означает, что он перечеркнул тот факт, что может принадлежать к ЛГБТ-сообществу. Боже мой, как же глупо это звучит. Тихен, за которым буквально тянется радужный шлиф, кропотливо сотканный из многолетних намеков, соорудив из него знамя, оставил на гражданке для наследия потомков. И с троевым шагом приспокойно ушел служить в армию. Многие неосведомленные в меру своей узколобости до сих пор наивно полагают, что ориентация болезнь, психическое расстройство. Дискредитирующая мужчину как мужчину, являющаяся препятствием для службы в рядах корейской армии и поводом для определения в специализированные учреждения. Увы и ах, но в Корее служба естественный долг, который возвращает каждый мужчина вне зависимости от ориентации. И это не из ряда фантастики, ибо даже открытым геям, таким как Холланду, посчастливилось получить повесточку, несмотря на принадлежность к ЛГБТ-сообществу. И таких примеров навалом, но ведь гораздо проще парировать армию как единственным аргументом, железно указывающим на принадлежность ребят гетто. Ну и собственно, ни Тэхёну, ни Чунгуку, перезачислениями, кто сыворотку правды не водил, дабы выудить правду. Да и Транспарантов с кричачьим лозунгом, очень рад, привет, я люблю мужчин, очень приятно, в их руках как-то не наблюдалось. В таком случае, какие могут быть препятствия для прохождения службы? И каким образом служба стала единственным и весомым показателем ориентации? Это просто факт. Он может быть каким угодно спецназовцем, но я невероятно обожаю его мягкость и эти хлебные щечки. Этот ведущий новостей тоже фанат Тэхёна. Он сказал Это Тэхён, участник BTS, посмотрите ему в глаза. Давайте сравним со старой фотографией. Посмотрим на его улыбку и глаза на старой фотографии, а потом посмотрим на его глаза сейчас. Они совершенно разные. Вам нужно знать, что он участник всемирно известной мужской группы. Таков его имидж в прошлом. Он известен как симпатичный худощавый тип с большими глазами. Неожиданно он вызвался присоединиться к спецназу. После непродолжительного обучения он может даже убивать людей глазами. У него не только широкие плечи. Посмотрите, какие раны у него на спине. Да, их называют ранами славы. Это показывает, что он очень усердно тренировался. Кроме того, у него теперь не только шире плечи. Я подозреваю, что он даже стал выше. Техен в Твиттере 8 лет назад. Гонорар за новый трек Юми Техена Натюр будет направлен в пользу некоммерческого фонда, поддерживающего экологические проекты по всему миру. Также он официально добавлен в дискографию Техена. Четвертое место. Одинаковые вайбы у парочек. От Тэгу и Тома Зиндэй исходит одинаковый вайб. Одни поют. Детка, ты освещаешь мой мир, как никто другой. А вторые, ты тот, которого я люблю. И обе пары просто безумно милые. Третье место. Давайте вспомним этот день. Они не могут спокойно находиться в одном пространстве. И да, воздух между ними можно нарезать кусочками. И да, очень-очень маленькая сцена. Прям даже негде пройти, кроме как рядом с бойфрендом. Понастроят маленькие сцены, а ты мучаешься. Это просто факт. Их флиртующие заигрывания в эти моменты накаляют окружающий воздух на тысячу вольт, сбивают все настройки у окружающих и дарят нам ощущение счастья, такого тягучего, горячего и обволакивающего их счастья и их любви. Как долго он сможет сохранять контроль, если с ним он все время на грани? Второе место. Тэйхён в тот день явно заново влюбился. Мне кажется, что он каждый день заново влюбляется в Чунгука. И по сей день продолжает. Я люблю тебя больше, чем вчера, но меньше, чем завтра. Это взгляд. Я уверена, они обожали раньше парки аттракционов. Эх, если бы могли туда ходить, как простые смертные, гулять, держать за руки, есть мороженое и вкусные вафли, кататься на колесе обозрения. Давайте поговорим о важных вещах. Прямо сейчас фигукеров начали притеснять за все, что можно и нельзя. Это очень трудное время, поэтому мы должны быть сильными. В общем, вместо того, чтобы заниматься своими делами, эти глупцы постоянно лезет к вигукерам. Они постоянно что-то меряют и пытаются опровергнуть то, что им не нравится. И потом это ситуация с аккаунтом вигукера, на который сделал репост Тэхён. Они представили все так, как будто эта девушка ненавидит Чимина, а Тэхён был настолько ужасен, что он репостнул ее. Мне так жаль Тэхёна, а в остальном я просто стараюсь не обращать внимания. Мои нервы мне дороже, чем бессмысленный спор с такими, как они. Пора просто привыкнуть к тому, что некоторые умники слепы. Ну или они просто дураки. Я не люблю кого-то оскорблять, но другого способа сказать это буквально нет. Ты даешь им факт, а они тебе говорят. Это все твоя фантазия, ты все перевираешь. Как, например, с тем же письмом, когда Тэхён писал Чингуку. Я всегда смотрю на тебя, я люблю тебя. Как можно перевернуть и понять по-другому ясную фразу, я люблю тебя. Чтобы вы не сказали, это будет означать одно и то же. То, что им это не нравится. И они пытаются всеми мысленными и немысленными способами что-то опровергнуть. Это только их проблема. Это не помешает Чингуку и Тэхёну быть парой. Я им невероятно благодарна за то, что несмотря на ссоры и вечный негатив в сторону Тэгу, они продолжают делиться с нами важными моментами в своей жизни и поддерживать нас. А теперь об армии. Да, конечно, в какой-то степени я очень ждала, что они пойдут вместе. Но прекрасно понимаю, что это очень рискованно. И блин, действительно сложно быть любимым человеком и не пытаться его как-то коснуться и тому подобное. Плюс Корея очень консервативная страна с законами, запрещающими нетрадиционные отношения. Идти вместе было бы очень рискованно, а быть пойманными грозило бы не самыми приятными последствиями. Действительно сложно служить вместе с дорогим сердцем человеком и при этом никак не прикасаться друг к другу. Их взгляды говорят сами за себя. У меня тоже есть глаза и я все прекрасно вижу. Я вижу разницу во взгляде. Глаза Чингука буквально начинают сиять, когда он смотрит на Тэхёна. А то, как он забывает моргать, такого не бывает, когда он смотрит на других. Я удивлена, что некоторые люди этого не видят, хотя, наверное, и не хотят. Первое место. Это моя любимая динамика. Тэхён, уверенный в себе, флиртует с Чингуком, пока Чингук не начинает заигрывать первым. И Тэхён становится милым стесняшкой. Чингук очевиден всегда. Стоит Тэхёну появиться в поле зрения. А Тэхён, как скала, умеет прятать свои эмоции. Но его маска трещит по швам, когда его звездочка сияет только для него одного. Это так мило! На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!